Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Главная причина, по которой мы до сих пор никак не выиграли войну, это гуманитарные Роллс-Ройсы. Если бы не гуманитарные Роллс-Ройсы, победа бы уже давно была нами одержана. Но! У нас есть вот эта вилка. Вы обратили внимание, что нигде нет кадров, где раздают гуманитарную помощь? Даже в Африке все эти организации, там толпы приходят, им это выдают, эти пакеты. А у нас, мне рассказывали люди из освобожденных территорий, из Херсона, говорят, нам выдают какие-то пакеты, какие-то порции, но оттуда все уже повытаскивали, там остаются крупы, всякие, ну, полу-неликвид, а это все куда-то оно шнекается. Если бы действительно западную гуманитарную помощь, в том количестве, в которое она приходит, раздавали бы людям, то единый марафон с утра до вечера показывал бы кадры, как эта помощь попадает в руки людям, тысячам, десяткам, сотням тысяч, миллионы. Это бы с утра до вечера крутили по всем каналам. Мы бы уже говорили, господи, ну все, мы вам верим, верим, все, 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 мы верим. Ну, такое количество кадров, да, вы, вы, вы немного воруете, ну, может быть, даже, может быть, даже вообще местами не воруете, потому что количество доказательств, как лавина. Но есть доказательства, доказательства есть, я вам сейчас их приведу. Вы знаете, сколько в Украине сейчас ездит, официально зарегистрировано Роллс-Ройсов Кулинан? Большинство из вас не слышали про этого дикого зверя, а я не просто слышал. Я был даже на презентации, когда Роллс-Ройс Кулинан был презентован в Украине. Я тут даже ратушную взял в свою соведущую, ну, чтобы себе жениха нашла поприличнее, потому что Роллс-Ройс базовой комплектации Кулинан начинается от 600 тысяч евро. Это так, по-бедному. А дальше там есть пакеты, он же стоит 700 тысяч евро, 800 и до миллиона можно разогнаться при желании. Я облазил его весь, я заглянул всюду. Машина неплохая, он как бы с претензией, что, ну, типа а-ля Роллс-Ройс внедорожник, как внедорожник это полное фуфло. У меня несколько знакомых имеют эти чудо техники Роллс-Ройса с подвеской, там все очень быстро становится плохо. Все атрибуты Роллс-Ройсов там в дверь сбоку вот так вот всовывается зонтик. Это такая фишка Роллс-Ройса. Наверное, не все вы об этом знаете. Опять-таки, вы не все знаете, почему Кулинан, что такое Кулинан? Кулинан – это самый большой бриллиант в британской короне. Я сразу сказал Тимофееву, который, ну, собственно, ну, эту презентацию организовал. Говорю, слушай, говорю, Саша, говорю, Саша, название для нас чуть-чуть не то. Но надо, вот если бы он назывался не Кулинан, а Хулинан, вот тогда бы его разбирали еще лучше. В России бы вообще очередь стояла на 10 лет вперед с названием. Для Восточной Европы не очень хорошо. Но хрен бы с ним, с Роллс-Ройсом. Вы понимаете, что мы сейчас по продаже рейндж-роверов – это официальные данные. Опережаем всех наших соседей в Восточной Европе вместе взятых. Я тут каждый день проезжаю, ну, в силу обстоятельств. У меня из моего парка автомобилей только три, только три автомобиля – это Тойоты, да? Ну, там у меня есть еще американец, есть старенький Ниссан. Так вот, эти Тойоты, ну, там есть станция обслуживания Тойота. Прямо на столичном шоссе. Где Мерседес, где Мезератти? И в силу обстоятельств я там часто бываю, там рядышком есть там и заправка. И мне там с друзьями пересекаюсь иногда. Вы знаете, у нас количество люксовых Мерседесов, всякой Мезератти и остальной техники в Украине во время войны покупается гигантская. Поедьте по Киеву, по ресторанам, заедьте в веранду, посмотрите, какие навещие машины. И главное, на них ездит молодежь. То есть, не вот эти, знаете, старые вот коррупционеры, старые пердунищи той эпохи. Новые коррупционеры, энергичные, молодые, они старых переплюнули. Они столько ухитряются украсть, что вы возле веранды, там просто, бля, так не было ни в какие времена. Я помню, когда про излучинному Порошенко там бедность была на парковке по сравнению с тем, что сейчас. Я честно, это же новье, еще в Германии этих машин нет. В Америку еще не довезли их из европейских вот этих лучших брендов. Они еще не добрались до американских автосалонов, а у нас под верандой. Причем такой жирный молодняк там. Телочки, кровь с молоком, причем призывный. Я сейчас не про телочек, призывного возраста контингент. Но гуляет народ. И вы знаете, я вижу прямую связь. Я вижу прямую связь. Потому что мои американские, мои европейские знакомые, которые связаны с гуманитарными организациями, которые всю жизнь по всему миру в Африке, в Азии распределяют гуманитарную помощь. Они говорят, вы знаете, нам почему-то не разрешают приехать в Украину и самим раздать. Говорят, война. Говорят, вот мы сами раздадим. Говорим, так подождите, мы же в Африке тоже. И там чуть ли не в Эфиопии. И там в Азии. И там военные действия. Говорят, ну дайте нам какую-то охрану. Бронежилеты. Ну, в конце концов, мы же хотим это людям в руки. Увидеть счастливые глаза. Говорят, нельзя. Нельзя, потому что под верандой. Жирный зеленомордый молодняк, который сел на все потоки. Ребят, гуманитарка, гуманитарка, и только кроме крупы. Хрен, что доходит в основном до рук. Нет, я понимаю, что где-то для картинки, в виде исключения, что-то кому-то раздали. Но если посчитать, сколько выдали и сколько получено, вот тут-то именно никакие организации к контролю не допускаются. И когда какой-то тупорылый баран мне пишет в комментариях, что зараз не на часе, оце вы б начать цель, вы там працюете на москалевце, ж наш президент. То есть подождите. Красть на часе, рульс-ройсы покупать на часе, шиковать в веранде на часе, а говорить об этом не на часе. Вот такая вот интересная логика зелебобиков. Логика зелебобика – это просто психбольные фанаты во время войны. Власть жирует сейчас, как ни в какое мирное время не жировали. И я, когда вспоминаю обмешулившихся, пойманных на всяких поганках, предыдущих чиновников всех властей, я понимаю, что таких подонков всех мастей, которых сейчас сдуру избиратель своим идиотским выбором 19-го года завел во власть и во время войны, они так грабят Украину, как в мирные времена просто стеснялись грабить. Поэтому я предлагаю почаще, особенно общественным активистам, особенно с телефонами, смартфонами, ходите под веранду, поснимайте это, выложите в ваших блогах, в ваших соцсетях. Вы знаете, сколько сотен тысяч пропусков, которые разрешают ездить в комендантский час по Киеву выписано? А знаете, сколько стоит каждый пропуск? Советую вам прогуглить. Вот, друзья, честное слово. И поэтому, если какой-то ваш друг, сосед, родственник, знакомый, говорит, что он не на часе, возьмите его за шкварню, вот так вот за ноздри двумя пальцами, и покажите ему этот блог, чтобы он, зараза, до конца досмотрел. И задайте вопросы, которые у вас к нему уже возникли. А вас я прошу обязательно распространять этот блог в соцсетях, подписаться, поставить лайк, написать комментарий. И победа, друзья, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.